ну вот год прошел как снимала когда снег первый выпал и вот он опять куша куша выскочил что ты там нашел где гуляй снег мокрый влажный много его мокрый прям такой он растает конечно сегодня но в шотландии по моему говорили что 10 сантиметров выпадет но там конечно по-другому немножко у нас здесь по-другому все пошла на работу собираться скрипит под ногами сейчас машину надо еще обогревать завалила вышла к машине что творится сколько снега много-много надо хоть завести ее машину сесть зайти дверь отгребала ручка вот такой сугроб на машине дорогах интересно на дорогах только на когда выезжаешь на главной дороге там уже все разъездили потихоньку какой липкий мокрый много целый сугроб он помощь от хорошо у него машина под навесом стоит красота место такое у него там на парковке все окна что внимание задurar данные ой 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 а как-то я родилась в сибири были такие холода ужасные у нас минус 58 57 мы в школу ходили старшеклассники в 58 за не ходили я так намерзлась она за эти годы на детский что залипло все что у меня снег вот абсолютно и равнодушно да красиво когда идет падает там тепло если погулять все мне не надо снега я бы лучше в тепле жила торопиться вышла припозднилась дверь от него спальню закрываю выхожу меня по двери сидит ждет ну давай с работа приехала и спать не выспалась сегодня опять ну как обычно проснулись два в три часа ночи не спится мне что спрашивается не спится ну потом уже перестала бороться до кошечка не перестала бороться лучше днем посплю чё толку лежать дю малышки малышки хурму купила и заморозила я давно давно не покупала вот и мы я не помню когда в россии что ли мы еще жили или здесь нет россии наверно мы ее заморозили она спелая становилась вот она мягкая попробуем за хурма раз 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 у меня иногда с техникой творится что-то непонятное и от меня зависящее вот сейчас включила микрофон и он горит синим цветом понятно почему раньше я не должна была на кнопочку нажать на кушать проверю да все нормально все работает порезала хурму то она такая мягенькая нельзя не дай ему куда лазить везде куда куша только и лазит кому надо помыть вот такая вот твердая прям положила в морозилку замерзла замерзла и стала спелая так холодильник у нас накрылся сейчас вот второй раз уже слышу загудел и и нет нет и отключился стану любом ты чё самом деле получишь меня уходи уходи отсюда кому говорю не лазь на столы вкусно на будешь может ухурму ешь иногда странные вещи ест только цветы с кабачками ты еще что-то ел такое странное вкусно так меня просили показать рецепт хлеба я его сейчас себе спекла я его ем метно он у меня быстро не уходит как закончится когда буду печь тогда сниму рецепт кому интересно конечно потому что мало кому интересно я думаю я под миндальной муки куша я тебе сейчас дам оголодал такой прям разборчивый кот терпеть не могу когда то он ест то он не ест ломай еще голову чтобы тебя еще кормить здесь мало мне нахлебник которым надо угодить хорошо хоть один съехал но правда не кормила уже последнее время сам себе готовил и и ты будь манька скотинка маленькая манька скотинка такая лезет лапами встает прямо прямо лапами встает достает сейчас я тебе отрежу манька манька не знаю душа птичек ловит крыс ловит пускай мышей и мясо еще дома ест до спать на да сейчас лапами встает на на нарежем карачок лапами встает лапами встала лапу что ты будешь делать вода есть, слышите, холодильник, оп, отключился, он у нас ломался, сколько ему лет то уже, вот как мы сюда переехали, в четырнадцатом году, это десять лет мы здесь в этом доме живем, и он у нас сломался год назад, новый был, новый сюда купили холодильник, сломался, я конечно всегда за новое, вот муж у меня наоборот, он привыкает, он будет ремонтировать, чтобы не менять ничего, такой, вот, и он нашел страховку, одну страховую компанию, которая пришла, отремонтировала холодильник, и мы платили год, ну и страховку, как бы, включили это, как сказать, пересчитали, в общем, и включили это страховую, ну блин, какой-то странный, мимо чашки положишь на пол, ест, в чашку положишь, не ест, в общем, они отремонтировали его, и мы платили год страховые взносы, как бы, каждый месяц, и это было включено, как выплатили этот ремонт, постепенно, и через год, муж говорит, ну все, хватит с моим, отключай, когда, несколько месяцев назад отключили, но опять он сломался, вот так гарантия дается, на год дали и все, на этом, не знаю, что сейчас будет делать, хорошо зима, улицу можно вынести, и на плите не портится, кто-то мне там написал, шо ж вы не убрали еду, кастрюли, в этот, холодильник на ночь, у меня зимой прекрасно все стоит, вообще даже, ничего еди не бывает, ночь на плите, если, нет, тебе что надо, куда лезешь-то, куда ты лезешь, иди вон воду пей, вода есть у тебя? Есть вода, иди пей, молоко стоит, мясо дала, корм только что выбросила, потому что не ел, сухой, нет, он лезет сюда на стол, нос засунуть надо ему, любопытная ворона, суп варю, с курицей, очень простой, нет, кушать, тебе, как тебе еще говорит, фольги боится, фольгу достаю, начинаю шуршать, он убирает, вот, и завтра поеду к Антону, на целый день, наверное, не знаю, сколько, сварю ему суп, наверное, если у него нету, там, опять деливеришь, что же деливерить-то, айки, я такого не видела еще, вот тогда я рассказывала, как он подъехал со шкафом и уехал назад, даже две минуты, наверное, там постоял, пока Антону позвонил, он даже к двери не подошел, не позвонил в дверь, Антон говорит, сейчас мама выйдет, он говорит, мне некогда ждать, и уехал, холодильник, все, не работает, и уехал, и потом, кое-как, в общем, короче, привезли ему, все-таки, какой-то день, ему надо же с работы отпрашиваться, да, вот они дают деливери, такой слот, что вот, ну, в такой-то день мы привезем, должен взять на работе отпуск, потому что не везде можно как-то отпроситься, но еще, короче, только отпуск, и вот он специально день брал и получал этот шкаф сам, я тогда так и не дождалась, целый день сидела, сидела там, так он приехал, вот, а сейчас диван, тогда вот мы в Айкее были, видео я снимала, диван, значит, выбрали, Антон выбрал себе, начал, ну, самим везти, это вот мы брали вен, сами перевозили вещи, это 120 фунтов за день, вот, и что-то они решились, ну, целый день таскались с вещами, перевозились, и в этот же день, за эти же деньги, можно было съездить в Айкее и привезти диван, самим грузить, самим привезти, выгрузить, все, но они не захотели, мужики, у меня, почему-то, я уж не помню, почему-то, ли день ушел, не помню, короче, не поехали они этим веном, сдали его на завтра, вот, ну, и вот в Айкее мы попали, и диван понравился, все, и Антон начал говорить, я лучше доставку закажу, лучше, заказал доставку, а нет, он сначала, было написано, там так и написано на сайте, нет, нет доставки, по вашему адресу, там, тара-тара, что-то такое, и вот, когда доставка появляется, много мяса положу, вожу, доставка появляется, там появляется запись, и ты можешь заказывать, ну, вот он ждал-ждал, этот диван появился, он заказал, оформил заказ, там еще что-то, зеркало, шкафчик, ванная, в общем, шесть предметов у него было заказано, вот, и он, значит, там сделал заказ, а мы еще так удивились, надо же как быстро, прям, там, на завтра, что ли, у него был, этот, доставка, как он написал, что заказал, как так, ну, и что вы думаете, у него как раз гости были в субботу, на субботу заказал, выходной, не надо брать, все вроде совпадало, так, все хорошо, но... фиг вам, короче, привезли из шести вещей, две каких-то, ему, он ругался, диван не привезли, ну, то есть, вообще-то, нервно очень, конечно, вот, и потом, что-то, кастрюка маленько, я привыкла большую-то варить, на двоих-то, я-то супы не ем, хватит, ты не заглядывай, ты не хочешь это, так, не гуляй, ой, холодильник-то у меня не работает, значит, ну, и все, он, значит, начал туда звонить, писать, они не отвечают, а, нет, они ему сразу, они их первый раз вернули за доставку деньги, сколько он заплатил за доставку, сколько он вернули, в этот раз, значит, он опять начал там с ними связываться, и они вернули ему, по-моему, больше в два раза, чем доставка, ну, может, он за диван больше там платил за доставку, не знаю, вот, и вернули, и половина, значит, на счет, половина ваучер денег, что, мол, иди купи у нас еще отдать что-то, вот, и потом, это было в субботу, вчера я у него спросила в среда, да, вторник был вчера, они, говорит, молчат, сделали канцем, отменили, я говорю, деньги вернули, он говорит, нет, деньги не вернули, и потом попозже пишет, ай-ки я со мной связалась, будет доставка в четверг, это, тебе надо будет приехать туда, ждать сидеть опять, ну, так же, но, говорю, я приеду, конечно, лишь бы привезли уже, вот, и придется стоять на улице, чтобы он не успел убежать, пока я из квартиры выйду, спущусь, такие дела, так, все хотела. Тут, пап, коробка у меня с моими тетрадками, тут вообще надо все перебрать, инструкции какие-то, стоит давно, все это надо уберу, разберу я ее, а то я думаю, куда ее пристроить, у меня тут с рецептами тетрадки и инструкции какие-то, а мы оттуда микроволновку, вот здесь у меня микроволновка стояла, у нас Антоновская, я ее настояла, чтобы он ее забрал, потому что я была против нее, у нас сломалась микроволновка здесь была, и когда Антон к нам въехал, она у нас сломалась, я была против новой, потому что разогреть, для такой, чтобы разогреть какую-то тарелку, одну, ничего в ней больше не делаем, надо стоять, вот, вот столько места, 50 сантиметров, 60, наверное, занимает вот эта коробка, зачем она нужна, разогреть прекрасно можно, мы сейчас используем сковородку или кастрюлю разогреть, суп там, тарелку, вот, а им лень мыть посуду, так я мою, че лень-то, ну вот дайте мне микроволновку, ну вот возьми, забери ее назад, я ее сбагриваю, ну вот сейчас, у нас место освободилось, я про это, я сейчас разбираю, у меня здесь в шкафу, здесь вот шкаф, у нас здесь бойлер стоит, и вот эти вот все мои причиндалы, местечко такое было, заодно и помочь, все здесь, вот всякие эти блендеры, вот эти хорошие, мне нравятся китайские, взяла на тему, кнопочные, зарядка USB, очень удобные, и он режет нормально, такое, мельчит что-то, кофемолкой редко пользуюсь, можно вообще все это, сейчас это в кладовку отнести, я там разобрала, еще надо разобрать, повыбросить, так, это антоновские весы, ему, сейчас, уже из Америки прислала дочь, все, на новоселье, там полотенчики, и весы хорошие, как у меня, а эти старые, наверное, не работают, и работают они у него, ну, кухонные весы, тоже надо куда-то деть их, чайте отдать, что ли, так, здесь у меня вафельница, вафельница у меня тоже стоит, в кладовке, без конца, что-то перед вдвоем живем, без маленьких детей, что-то вечно надо убрать, прибрать, постоянно все грязнится, почему так, так, это у меня, так, вот это у меня зачем, ну, взбивать, тут же редко пользуюсь, да, унесу, да, Коша, сидишь, сиди, а это надо помыть, где у меня тут тряпочки, 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 выпал у нас снег на днях, в понедельник, по-моему, и растаял, холодно сегодня, минус 2, я утром вышла, Коша, и растаял, вышла, разгребала машину, прям сугроб был на машине, а сегодня минус 2, но такой холод, вот просто, по счету, нереально, в России, наверное, это минус 2, так вот он чувствуется, поэтому холодильник сломался, можно его убрать, обойтись без холодильника, в чем он место занимает, есть надо меньше, надо меньше есть, из пленка задралась менять ее, уже если ее менять, надо все менять, потому что на одного рисунка будут, этот вот пленка, пленку я клеила на эти дверцы, и вообще я уже бы все поменяла, всю кухню, но это очень трудно договориться, практически невозможно, помню, у нас в России был холодильник, не новый какой-то, я уж не помню, покупали мы его, или как он, ну, наверное, покупали, и он очень намерзал, его каждый раз с какого-то времени пройдет недолго, его надо было вот это все вынимать, все это размораживать, вот такие вот горы льда, не могла уговорить другой купить, вот бесполезно, это такой у меня человек, это хоть и с золотыми руками, чтобы уговорить на что-то, это надо убить с веником, так, все такое сальное, все надо чистить, все, сколько сейчас холодильники-то стоит, до сейлов еще далеко, еще у меня по технике тоже давно говорю, но это бесполезно, это просто так сотрясаю воздух, машинка у меня без, но мне сразу говорил, конечно, это я сама сплоховала, купила стиральную машинку без сушилки, сушилки, ну, вместе с сушилкой куда-то, здесь продают отдельно, здесь есть тимба драйвер называется, но ее ставить надо куда-то, то есть места нет, вот и я, что-то меня, не знаю, послушала подругу, ну, дешевле вроде, ну и купила она свою голову, а здесь же невозможно, здесь без сушки, это вообще жесть, белье зимой вообще не сохнет, только в доме сушить его, вот, даже в консерваторе оно не сохнет, потому что оно холодное, холодное, влажное здесь очень большая, почему и холодно, при маленькой, при низкой температуре, ну, мало градусов, минусов, а очень холодно на улице, вот, и я, сколько лет уже она стоит, у нас работает так, нормально, но вот сушка, я бы поменяла уже, старую бы продала там, отдала, не знаю, ну, не старая, конечно, вот, а сушка бы купила, но это, чтоб сдвинуть с места, мне просто, вот, без него я могу делать, то есть, я лучше деньги заплачу, и не буду просить, скандалить, спорить, добиваться чего-то, ну, вообще, короче, целая проблема, вот, но, когда ее надо там, вот он, этот, она у нас там стоит в кладовке, там очень узко, и он это все делал сам, и это надо все, ну, разобрать, поднять там, вот эту столешницу, вытащить эту машинку, другую вставить, то есть, кого попросишь, если мужику доми, так он еще и против, он еще будет бегать и это, вокруг, и говорить, что это не так сделано, Коша, ты куда? на улицу иди, иди в консерваторе, иди погуляй здесь, давай, давай, здесь походи, здесь солнышко светит, снег в саду еще лежит, второй день уже, удивительно, так, картошку же надо почистить, все очень просто, если кому интересно, опять будут мои рецепты, я не люблю рецепты снимать, потому что это очень, ну, как сказать, напряженно, то есть, и не кулинарный их канал, и это мало кто смотрит, потому что оно, не все любители, как бы, таких рецептов, лицом, ну, в общем, мало просмотров, и, а снимаешь, снимаешь, это все так, трудоемко, трудоемкий процесс, потому что надо включить, выключить камеру, переставить камеру, там, чтобы видно было, то руки, то лицо, там, то кастрюлю, все это, а я все время в перчатках, перчатки у нас все время, ну, и руки, даже так же помыть, причем взять в руки, но я одна, если бы кто-то снимал со стороны, вот так вот, как бывает, что муж с женой ведут канал, они снимают, вот, она там готовит, а он камерой водит, ну, то есть, это односильно удобней, вот, поэтому я не люблю снимать рецепты, я лучше расскажу, как это делается, а вы уж там сами, а, ну, что здесь суп, суп куриный, обычный, я не знаю, прям простой-простой, курицу сварила, бросила там лаврушечку, посолила, вот, потом картошку, лавровый лист закончился, надо уже нарезать его в саду, зато есть, хорошо, когда дерево растет, вот, потом картошку порезала, бросила, а потом добавляю либо рис, чуть-чуть прям, вот, либо мелкую такую вермишельку покупаю, такую мелкую-мелкую совсем, коротенькую, чуть-чуть тоже прям бросила, и все, больше ничего, тут Сережа любит, может, такой янтон любит, завтра ему сварю, поеду на целый день, наверное, вот доставка, я, я такого не видела еще, а это вообще чудеса, ладно тогда, может быть, какие-то накладки, такой день был, или что-то, когда шкаф везли, ну, тут как в порядке вещей у них, оказывается, это, как так, неужели люди не жалуются, ну, безобразие прям полнейшее, а может, это везде так, может, мы просто давно мебель не заказывали ничего, такого громоздкого, интересно даже, у кого, как вообще доставка тут работает, ну, нет мебель заказывал, кто меня смотрит, как вообще это, у нас у одних такое проблематичное, что-то, непонятно вообще, ну, привыкли, так, ну, мелочь какую-то заказываешь, там, без конца что-то заказываем, все время что-то мы покупаем онлайн, все время нам что-то приносят, привозят, то есть удобно, и в магазинах столько нет, особенно Амазон, прям милое дело, вот, и быстро привозят, и пишут, и там, мы все, приняли ваш заказ, куча писем приходит на e-mail, сообщение на телефон, вот мы отгрузили, вот мы послали, вот мы, вот вам таки нам посмотрите, да вот мы там уже деливери послали, и вот прям куча-куча писем, и так это уже, ну, привыклось, типа, и мы вот уже в вашем районе, и мы вот подвозим, и мы вот уже тут, выходите, шучу, конечно, вот, и у нас как-то это, к хорошему ты привыкаешь быстро, все надо, на почту не надо ходить за посылками, раньше была Royal Mail, вот эта национальная у нас почта, она, если вас дома нет, они отвозили в депо, и, ну, там специальный адрес, и ты оставляйте бумажку, приезжайте, заберите, ну, и заезжаешь и забираешь, тоже нет проблем, не было проблем, вот, а потом что-то отменили эту практику, и начали оставлять в укромном месте там, просят там, скажите, где, и выбор дают там, или в голубой бинт бумажный, либо возле кольца там, ну, и отмечают, то есть ты сам, или соседям отдайте, то есть ты сам им говоришь, все по переписке, и тебе делают такую услугу, и ты спокойненько получаешь свою посылку, а тут, ну, я не знаю, я говорю, я что-то сейчас мне мысль пришла в голову, может, это вообще такая доставка плохая здесь, вот такие тяжелые предметы, так это все ладно, доставка плохая, ну, это привезли там, не довезли, не отдали, должны опять привезти, но ты должен с работы уходить, ты должен вот целый день, а не то, что скажут там тебе, вот, закажешь там вечером привезти после работы, нет, они тебе говорят, ты целый день должен, вот, в этот день мы привезем, а вот как в Икеа, а слот времени мы дадим тебе, когда, да, вот, завтра ему привезут, еще слота не было, то есть еще не указали время, во сколько, то есть ты должен взять день на работе, вот день они не привезли, ты опять должен день взять, что это вообще, хорошо, вот я свободно сейчас буду ждать, много картошки, наверное, подожду, у него там посижу, так, еще вот это я добавляю, такой этот приправа польская для вкуса наверное усиление вкуса наверное это вредно но я чуть-чуть и только в суп не страшно так а где у меня макарончики мелкие макарончики мелкие мелкие мельненькие для загущения это сережный суп я суп не ем из-за картошки из этих макарончиков такой но я суп вообще не люблю есть редко редко очень мне нравится летом зеленый суп есть зеленый суп щавель там кисленький вот это то я еще не поем окрошку раньше что-то давно не делаем окрошку раньше окрошку нравилось есть а так единственное что холодец когда я делаю то я холодец не ем зимой холодная это я тепло люблю его разогреваем как суп так ну что ладно надо позвонить можно сказать сообщить радостную новость холодильник у нас сломался всем пока всем хорошего настроения холодильник срабатывает никак не заработает всем пока всем хорошего настроения всем чтобы все было хорошо потому что очень плохие новости в последнее время стараюсь об этом не думать о международной обстановке об этой страшной накаленной вот и всем чтоб как говорится мира голубого неба над головой и подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и пишите комментарии обязательно любые что хотите то и выражайте нравится или нет и и